Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Милевша Хакимова. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Музей истории КФУ запустил подкаст об исторических событиях из жизни университета. В КФУ состоялось торжественное вручение дипломов МБА. Универ ТВ провел кастинг для телеведущих. В представительском корпусе Казанского Кремля президент Республики Татарстан Рустам Мениханов провел заседание Совета безопасности Республики Татарстан. Участие принял ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Обсуждались дополнительные меры по борьбе с организованной преступностью и ее профилактике среди несовершеннолетних. А теперь к другим новостям. Формирование руководителя международного уровня, способных внести существенный вклад в устойчивое развитие национальной экономики и общества, такова миссия Высшей школы бизнеса Казанского университета. 7 октября ее выпускники получили дипломы МБА. Вручали дипломы первый проректор КФУ Ильяс Минзарипов, а также председатель Международного попечительского совета Высшей школы бизнеса КФУ Виктор Сорокин. В Казанском федеральном университете состоялось торжественное вручение дипломов по программе МБА. В императорском зале университета свои дипломы получили 57 выпускников Высшей школы бизнеса КФУ. Дипломы вручали немного иначе, нежели обычно. Так каждый выпускник самостоятельно забирал свой документ, заранее положенный на пюпитр, дабы избежать лишних контактов друг с другом. МБА, магистры делового администрирования, это квалификационная степень магистра в менеджменте. Она является высшей ступенью бизнес-образования, которая открывает новые возможности в деловой сфере. Наши слушатели, несмотря на вынужденный перерыв полгода, несмотря на сложности в бизнесе, заболевания, дружно, успешно завершили программу и завершили свои проекты. И сегодня радуются, держат в руках дипломы и улыбаются, прячут свои улыбки за масками. Высшая школа бизнеса КФУ образовалась 20 лет назад. За это время высшую школу закончили немало высококвалифицированных управленцев, которые могут применять свои навыки не только в России, но и за рубежом. Такой уровень подготовки обусловлен тем, что магистров готовят к карьере руководителей международного уровня. К слову, сферы деятельности магистров – это финансы, медицина, экология, культура, IT, нефтедобыча и еще множество быстро развивающихся в современном мире сфер. Лев Диденко, Вилета Басова, Универ, Ньюс. Пандемия внесла серьезные коррективы во все сферы деятельности человека. Как ни странно, всеобщая самоизоляция принесла и много новых идей. Например, во время карантина все музеи ушли в онлайн-формат. Так, Музей истории Казанского университета создал проект, который позволит окунуться в прошлое, прямо не выходя из дома. С какими трудностями сталкивался рядовой студент-разначинец по дороге из дома в университет? Что могло угрожать его жизни и без чего нельзя было выходить из дома? Об этом запустил подкаст Музей истории Казанского федерального университета. Главными персонажами наших подкастов будут герои прошлых и нынешних эпох, живших, творивших и вытворявших в стенах Казанского университета. Проект получил большой отклик со стороны слушателей. Более 14 тысяч просмотров и положительные отзывы. Подготовка текста заняла действительно много времени, так как мы основывались на источниках. То есть это несколько недель, так или иначе мы к этой теме обращались. Ну, если быть честным, жить стало гораздо проще. Гораздо. То есть если кому-то кажется, что сегодня есть какие-то трудности, ну, послушайте наш подкаст, особенно вот вторую часть, которая будет, вы поймете, что сейчас все гораздо легче. Основа для подкастов опубликованы в разные годы исследования по истории Казанского университета и материалы, хранящиеся в фондах Музея истории. Подписывайтесь на группу Музея Казанского университета. Добавляйте подкаст в избранное, чтобы не пропустить новый выпуск. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. 5 октября отмечается День учителя. В школах и университетах ученики и студенты поздравляют тех, кто помогает им постигать науку и совершать новые открытия. О том, как еще ученики могут выразить свою благодарность учителям, смотрите в нашем следующем сюжете. В Елабургском институте Казанского федерального университета состоялся концерт, приуроченный ко Дню учителя. Концерт объединил как учителей университетской школы, так и преподавателей института. Открыли торжественную программу первоклассники, в стихах отметившие, что в университетской школе поневоле станешь отличником. В своем постравлении директор института Елена Мерзон отметила, в чем же сила обоих коллективов. В концерт украсили трогательные видеоролики с участием детей и творческие номера в исполнении студентов, будущих учителей. Были в зале и молодые специалисты, выпускники вуза, которые уже начали работать по выбранному призванию. Для них это первый профессиональный праздник в новом качестве. Финальным аккордом концерта стало награждение тех, кто внес большой вклад в жизнь школы и университета, посвятив себя служению альма-матор и замечательному, лучшему в мире призванию. Лев Диденко, пресс-служба Елабургского института КФУ, Универ, Ньюс. Энергичные, целеустремленные и заряженные на все 100%, именно так можно описать героев следующего сюжета. 6 октября студенческий телеканал Универ ТВ провел кастинг на роли телеведущих. О том, как проходили пробы, расскажет наш корреспондент. Быть в телевизоре всегда лучше, чем сидеть перед ним. Кажется, именно такой позиции придерживаются студенты, которые пришли на кастинг на Универ ТВ. Желающих появляться в эфире оказалось много. В основном это были студенты Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Так, например, Анастасия Попова приехала в студию за час до начала испытаний и, пройдя кастинг первый, делится своими впечатлениями. На самом деле это было очень волнительно, но мне все очень понравилось, если честно. Это пока что первый этап, и потом еще будут остальные. Преобладающим количеством участников оказались первокурсники, которые с большим энтузиазмом и интересом отнеслись к пробам. Настроение у меня очень позитивное, настрой боевой. Я надеюсь, что сегодня все получится, причем не только у меня, а у всех нас. Пришел, чтобы получить новый опыт, потому что у себя в городе я тоже был телеведущим, но этого было мало. Я очень давно хотела прийти на этот кастинг, и я учусь на телеведущую, я думаю, что мне это будет интересно. Замечательно все, очень энергично. Заряжено и готово. Да, все заряжено и готово. Новая возможность попробовать себя. Нам об этом с самого сентября говорят о канале, и о том, что будет возможность на нем испытать себя. Подводить итоги рано, ведь впереди участников ждет еще несколько этапов. Елизавета Королева, Фарид Захитаглы, Универ Ньюз. Сохранение окружающей среды – одна из важнейших задач человечества. Но, к сожалению, ежедневно люди производят озоноразрушающие вещества, которые приводят к неуклонному истощению озонового слоя Земли. Своего годового пика достигла озоновая дыра над Антарктикой. Подробнее расскажем в нашем следующем сюжете. Метеорологи зафиксировали самую большую за последние годы озоновую дыру в Антарктиде. Это одна из самых масштабных озоновых дыр на Южном полюсе. Они связывают возникновение такой масштабной дыры со стабильным и сильным холодным полярным вихрем, возникшим на рубеже зимы и весны в атмосфере Южного полюса. Более богатые озоном воздушные массы с более низким широтом не могут поступать именно в эту Антарктиду. Таким образом, в течение зимнего периода, из-за того, что Антарктида в стратосфере становится автономной, там происходит полярная ночь, к тому же, и происходит разрушение озона. Озоновая дыра над Антарктикой стремительно росла с середины августа и достигла своего пика в начале октября с общей площадью порядка 24 миллионов квадратных километров. Сейчас площадь дыры составляет 23 миллиона квадратных километров, что выше среднего показателя за последние десятилетия. Она охватывает большую часть Антарктиды. Стратосферная зона нас защищает от губительного действия солнечной радиации, такой ультрафиолетовой. То, что здесь происходит, это не очень хорошо. Вот как раз всякие смоги, выбросы транспортные и так далее, промышленные, они приводят к тому, что даже озон может и образоваться, а может и в отдельных случаях, наоборот, уменьшится его в содержании в терпосфере. Но в любом случае этот озон не играет такой уже защитной роли по сравнению с артосферным озоном. Во Всемирно-метеорологической организации подчеркивают, что появление озоновой дыры вновь указывает на необходимость соблюдения Монреальского протокола, запрещающего выбросы озоноразрушающих химических веществ. Кристина Надершина, Ленардо Влитяров, Универ Ньюз. На этом все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова